здравствуйте друзья я попросил анну ответить на несколько вопросов из тонкостей американской жизни почти интимных вопросов вот в частности значит на какой руке и в каком пальце на каком пальце носят обручальные кольца семейные разведенные вдовы отдельно вдовцы в отличие от наших российских стран кольцо носит на левой руке на безымянном пальце на левой руке женаты и девочки тоже девочки и мальчики так на левой руке то все наоборот так дальше разведенные на правой естественно но вообще они по-моему вообще перестают носить нет ну типа опыт есть спутника жизни нет мне кажется снимают хорошо дальше то есть как бы нет такого прям вот обучи там разведенных вдовцы всякие другие люди я честно говоря как какой-то в ссср там или в россии как вдовцы как-то отдельно носили что ли даже не так же все просто у нас руки другие слушай а можно по кольцу понять что она обручальное или просто кольцо я прошу эти простенькое там кусочек золота тоненькая полосочка это понятно а вот я смотрю у девочек например кольца могут быть очень такие нетривиальные и выясняется что это вот именно они обручальные и поди знай есть какая-то вот фишка в этом нет не угадаешь я про то что только что на этом пальце именно тогда да то есть это палец определяет хорошо она не бывает бриллианты и всякое разное то есть очень важно чтобы когда показываешь палец кому-то из автомобиля показывать не тот где обручальное кольцо чтобы знали что ты замужем а чтобы совсем другое понимали хорошо теперь как дарит цветы кому какие события в каких количествах четное нечетное есть какая-то связь есть не то чтобы связь но разница есть россии так цветы дарят также как у нас по поводу и без повода это пожалуйста хочешь удивить или сделать приятное то есть может быть повода это намек есть а может быть намек есть а повода нет в общем ну и конечно же день святого валентина ну как без цветов на этот день но это как бы именно своей валентинке даришь или любому можно ценить своему спутнику жизни вот у меня еще муж детям тоже дарит тоже недовольны девчонкам ну хорошо это им всем приятно так а вот четность и нечетность четность и нечетность в отличие от того что как у нас в россии там очень все четко не дай бог ты кому-то подаришь четное количество это будет воспринято и что вы что же советском союзе не жили жил не помню ничего что там было ну четное это только когда человек умер и на кладбище покупаешь четное количество цветов 2 4 6 ни в коем случае не даришь на день рождения насколько я помню поправьте меня если я не права еще я не в состоянии мне кажется у нас так серьезно к этому относится что это не забывается она день рождения куда-то там обязательно должно быть нечетно то есть 35 теперь про америку и вот они вообще не парятся по этому поводу они могут принести одну розочку две три четыре но в основном самое такое общее принятое это ты либо даришь одну розочку там или один цветочек либо ты покупаешь dozen что они все верю то есть черно они меряют уже продают на дюжина на черность 12 12 или две дюжины тогда 24 если хочешь прям сделать что-то экстра приятно я кстати замечал что-то на цветочки покупаешь ты можешь пойти в какой-то такой вообще универсал там тип сейфы и купить там цветочки ставить на 12 долларов на 15 долларов там довольно приличный букет а вот если ты пойдешь специализированный магазин там они какие-то другие эти цветы ты можешь легко там на 70 долларов в общем ничего такого я вот ничего не принести вот то есть это тоже я еще в этом не разобрался только вижу что цена кардинально отличается но свадебные букеты когда заказывают заказывают дюжинами и чтобы смотрелся букет поприличнее туда надо например на три дюжины хорошо теперь она на кладбище но носят тоже я бездумно я просто взял букет и понес у меня даже мысли нет что там что-то высчитывать американцы также они не считают просто меряют дюжинами и все а там сколько их где регистрируют брагосочетание если не в церкви ставит ли штамп в паспорте начнем с того что паспортов вообще у некоторых американцев нет у моего мужа нет паспорта потому что он никуда не ездил и он ему не нужен у него есть драйвер-лайсенс где он везде показывает на гавайи можно летать по драйверу то есть паспорт нужно если из страны выезжаешь и то не всюду и то не всюду совершенно верно в канаду не надо в канаде было сотни раз было время в мексику не надо было сейчас как-то недавно ввели что после 11 сентября как я недавно до 15 лет прошло ну ну такая о чем это так мы о том что в паспорте печать ставит и где если не в церкви где если не в церкви есть такие специальные заведения называются они не помню как как они называют что-то типа городская дума в мэрию конечно ты идешь в мэрию и сити холл сити холл идешь сити холл и там тебя зарегистрируют можно как таковое понятие как торжественная регистрация брака здесь не существует там просто выйдет тетенька вы так поднимите ручку поклянетесь что будете любить друг друга до конца чему-либо и расписывайтесь и все и до свидания далее что вы делаете после этого это уже ваше личное дело есть еще такая процедура это называется marriage license то есть вот какой-то человек то если вы например хотите где-то там торжество какое-то а и не а сити холл далеко от торжества значит тогда человек берет лайсенс в сити холле что он от имени сити холла вас там регистрирует причем это можно там раз в жизни что ли такой лайсос получить то есть они как-то следят чтобы никто не не было профессиональных вот этих вот орлов ну если священник пожалуйста это там отдельная история бывает даже что своих друзей просят просто говорят зарегистрируй нас и он говорит хорошо но он должен пойти в сити холл взять лайсенс и да вот у меня дочь когда замуж выходила у нас так приятель пошел взял лайсенс и значит того же мы сняли зал и там что-то происходило вот а он уже официально там обещаешь ли ты значит там как положено так чего свадьбы принято на свадьбе так выпить хорошо свадьбы играются очень по-разному очень многое зависит от благосостояния врачующихся да от возраста и их желания тоже потому что когда пятый раз уже что там когда я первыми некоторым уже что-то ну да я если выходила замуж в 30 лет так мне уже не надо было как-то 18 хочется да там платье туда-сюда а в 30 уже хочется детей и чтобы никто не приставал и чтобы не приставали с лишними вопросами действительно так вы знаете что я вот поскольку в лас-вегасе несколько раз там бывал то могу сказать что там люди отмечают свадьбы причем там можно увидеть например людей но таких простых с очень скромными доходами и они могут там завалиться там 15 20 30 40 человек просто в буфет там по 15 долларов сноса и поскольку там не выгоняют ешь сколько хочешь они могут там пировать полдня в этом буфете за эти 15 долларов и она как бы там не дорогое там и невеста будет в платье и там и жених там и все дела и они не задам они с собой может принесут чего там выпить или нет я не знаю на всяком случае я такое тоже наблюдал там очень много в лас-вегасе много же там врачей на то что за один день все можно сделать отлично все можно сделать обстановка такая праздничная и так там хорошо там эти лимузины ездят и там огни горят и все такое были вас векса нет это мне еще предстоит пережить все никак не дождусь когда же когда же когда так как в аризоне там есть какие-то брать места для брачующихся или в техасе да нет а в основном все в лас-вегас конечно ездят если хочется какого-то веселья отметить и все это без обязательств особых смысле не надо там накрывать столы отгулял тут же развелся и уехал как там про вегас то что происходит в вегасе остается в вегасе как то так ну что же я посмотрю там на вопросы если не в церкви ставят ли штамп в паспорте хорошо значит паспорт в штамп а как известно что человек женат например вот допустим подходит молодой человек какая девушка разрешить с вами познакомиться туда-сюда а там вот раньше вы бы ему сказать а паспорт покажи вот а сейчас как быть не проверишь бедные мужчины как мужчины девушки и девушки их легко обмануть получается получается не доказать вот спрашивают если я все продал в россии и приехал в сша навсегда почему не говорит что легально может он как-то еще приехал и у меня например 100 тысяч ну не так много он продал я чувствую или в таком месте где недорого все 100 тысяч долларов долларов да вот видите как михаил портнов не так уж и много а вот мне бы хватило да ну и 10 лет прошло как мне их лучше ввести в сша аналом или через банк я думаю что аналом легально ввести единственно что как бы опасно люди не очень любят в дорогу там со ста тысячами ездить просто из соображения безопасности но если ты по-честному снял со счета и везешь то почему нет но я хочу сказать что вы можете их положить на счет в банке потом переводом перевести если вы боитесь что за время вашей дороги из одной страны в другую банки могут отключить от системы swift или допустим скажут что-то тут они разъездили с некоторые вот а деньги нужны дома то конечно на ламу летели знаете что не знаю как сейчас в наше время люди покупали тревел раз чек значит вы тревел чек ну как же вот такой чек для путешественников покупаешь такой чек это как вот кешь то есть его приезжать потом расписываешься отдаешь и тебе банк выдает кешу чек это типа как кешерс чек только это такой международного плана туристического такого я вообще ничего не знаю столько денег нет денег нет нет проблем все должен заплатить за ввоз сша не должен за вывоз из россии это вы там на месте узнаете так буду очень признателен ну что же вот мы сделали видео ответ как тот человек просил вот что касается про любовь морковь брак сочетание отметку в паспорте мы все рассказали вроде да ну что же давайте тогда мы пожелаем тем кто смотрит наше видео чтобы у них в следующем году все кольца были на правильном месте вот все печати там где должны быть и цветов правильное количество и цветов правильное количество и чтобы никто не ушел без цветов вот хорошо приветствуем наших зрителей и расстаем